Я жил по правилам, да, я по понятиям жил, я сразу болтовал, я блатным жил. Надеюсь, ты ищу долларов, что ты с ней сделаешь? Вот сходу так. Пропьюно! Друзья, всем привет, вы снова на канале Мусорщик, с вами Витёк на связи. Ребят, вы все помните Васю, афганца, чеченца, велосипедиста, его по-разному вообще называли в комментариях. Этот ролик набрал огромное количество просмотров, и сейчас я вот случайно вообще шёл как бы по лесу и встретил Васю. Я давно его не видел, он, оказывается, очень много работает, очень многим людям помогает. Я встретил Василия, и мы с ним побеседовали, собственно говоря, об этом видеоролик. Но перед тем, как мы его посмотрим, я попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Ребят, появился человек, который изъявил мне помочь приобретением микрофона. Вот я его ник вот, вот тут сейчас укажу ник его на его. Вот, спасибо огромное, микрофон уже заказал, поэтому в следующем видеоролике я уже буду пробовать работать с микрофоном. Вот, ну, ребят, а кто желает вообще помочь, ну, физически никак не может, пожалуйста, просто делитесь видео в своих соцсетях. Это для автора, это самая лучшая помощь, но и для моих видео в том числе. Вот, также, ребят, буду очень-очень рад посотрудничать с каким-нибудь видеооператором. У меня есть в голове классные темы, есть люди, которые хотят рассказать свои жизненные истории. Ну, и помните, что снимаю я не только про свалку, также я еще и про себя снимаю, вот, и очень много чего происходит. Вот, даже вчера у нас была поломка на мазе, очень такая, как бы, вроде серьезная, вроде нет, конкретно застряли. Было что поснимать, но не было кому снимать. Вот, так что, если кто-то занимается видео, пожалуйста, буду очень рад посотрудничать. Вот, так что переходим к самому ролику, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим видеороликом, ну, и высказать свои комментарии. Погнали! Вася, привет! Привет! Как твои дела? Я давно тебя не видел. Дела бьют ключом, особенно по голове. Да? Все отлично. Это хорошо. Вася, ты сам с Гомеля, уроженец Гомеля вообще? Да. Сам и родился в Гомеле? Да. А ты учился где-то? Я, короче, школу закончил с золотой медалью. Да ладно. Да. А потом? А потом училище 84-го, Мозырская, 84-го геологии, закончил с красным дипломом. Ничего себе, так ты образованный человек, геолог. Геолог, нахуй. Не, ну я не геолог, я сменный буровой мастер, нахуй. Я в Барановичах работал на буровой, нахуй. А потом меня, короче, сестра попала под машину, нахуй. Ну и она была в первый класс, ходила, нахуй. Я, короче, посылаю, это самое, телеграмму, чтобы меня оттуда уволили, нахуй. Чтобы возле нее. Она возле мамки не ходила сидеть, нахуй. Она же, батя, батя храпел постоянно, там женская палата она. А у нее было два ребра сломано, и уши почки, нахуй. Кошмар. И вот со мной бабы, говорит, пускай, говорит, с мамкой капризничает, нахуй, Наташка, нахуй. Говорит, с тобой, говорит, она тихонько сидит, говорит, никуда, ничего, говорит, блин, ну золото ребенок. Ее посажу, нахуй, нахуй, она со мной, мы ночь сидим с ней шепчемся, нахуй. Почему я ушел с буровой, нахуй. Вася, вот, а ты образованный человек. Как вышло, что ты оказался на гомельской свалке? Что в жизни произошло вообще? Я сейчас тебе скажу. Я, короче, после первой войны, после Афганкина, потом пошел по контракту, по контракту, пошел на Чечню, на первую Чеченку. А потом два года отслужил, нахуй, нахуй. Ну, я, короче, командир отделения Проводкина. Я, короче, увольняюсь на, увольняюсь на. И работы нет, в 80-е годы, блин. Меня, короче, в бригаду. Меня в бригаду и меня понесло, нахуй. О, все кости позбиватые, нахуй, блин. Я 18 лет отторабанил, нахуй, ну, пять, нахуй. Я вообще почти зоны погомил, не погомил, вот. На глубоком был, блин. В смысле, тебя посадили? Ну, да. И сколько лет ты отсидел? 18. Ничего себе. На глубоком был, да. На восьмерке, на Орше был, на Мазаряк, второй раз забыл, на Харьков был, на 101-й, нахуй. А после отсидки вот ты вернулся, да? Да. Поменялся мир? Поменялся. Поменялся? Поменялся, страшно поменялся. Понимаешь? В зоне, в зоне. Это совсем другое, нахуй. Ну, это да. Там жизнь другая совсем. Там, там все размерено, нахуй. Там ты, понимаешь, там понимаешь, нахуй, кто ты, что ты и за что ты, нахуй. Здесь дурдом, нахуй. Здесь какой-то, блядь, пень будет тебя, блядь, права качать, нахуй. Там такого нет, нахуй. Там за это дело в дыню, нахуй, и все, нахуй. На место посадили, нахуй, оп-те. Здесь такого нет, нахуй, на свободе. Попадал ты в тюрьме, там, ну, не знаю, косячил, как говорится? Было? Я жил по правилам. Да? Да, я по понятиям жил, нахуй. Я сразу болтовал. Я блатным жил, нахуй. Но потом просто я подошел к смотрящему, говорю, блядь, рыжий, говорю, не мое, нахуй. Не могу я решать чужие судьбы, блядь, ну, не мое. Говорю, я, блядь, на войне, блядь, 4 года отвоевал, нахуй. Говорю, не могу, не могу, это не мое. Он на меня, блядь, говорит, блядь, Чайка, говорит, это твоя жизнь. А почему Чайка? У меня фамилия Чайка, нахуй. А-а-а. Чайка говорит, блядь, это твоя жизнь. Живи, как знаешь, нахуй, блядь. Ну, говорит, на всех сходках ты будешь присутствовать. Твое слово, говорит, не будет иметь вес, нахуй. Но будем прислушиваться, нахуй, нахуй, что это, я просто, ну, отошел от дела. Когда отсидел, вышел, что потом? На работу пошел куда? Да никуда не пошел, во, на вал, нахуй, на гомельский вал, там, у меня палаточка, там, домик. Я вот слышал еще от людей, ты участвовал в каких-то сталкерских движениях, правильно? Да. Расскажешь, что это вообще за тема такая? Ну, как, ну, мы велопедроны были, нахуй, понимаешь, это, мы на велосипедах гоняли, нахуй. Я в Керчь на велосипеде, тогда еще моста не было, а паром на. Мы два, у нас четыре, блядь, долбаевых, на велосипеды, поперли, поперли, нахуй, все. Что такое Керчь просто, вот я, допустим, понял, да. Керчь? Это Крым, нахуй. В Крым на велосипеде ездил? Да, еще 200 километров, нахуй. Ничего себе. Слышишь, если я сюда, блядь, за сутки приехал. Не, ну, понятно, после Крыма тебе сюда, это вообще на расслабоне. У меня мышцы, блядь, набитые, нахуй, забитые страшные, нахуй. Ну, мы как, мы четыре дня ехали, нахуй, мы хуя, нейлоновые платочки, одноместные, нахуй, все. До ночи едем, потом просто костерчик покушать, приготовили, переночевали, только светать, нахуй, поперли, нахуй, все. У меня поговорка такая, попер, бобер, нахуй, поперли, нахуй, все. За четверо суток доехали до Керчи. День такого Керчи побыли, нахуй, поехали назад, поехали. Я домой приехал, у меня сзади колечец пиццы полупались, нахуй. Обалдеть. Нормально, так мы не спеша, вот едем, посидим, поторахтим, нахуй, покурим, нахуй, нахуй, докурил еще, нахуй. Это я сейчас уже, вот, сколько, 22 года не курю, нахуй. Посидим, покурим, байки потравим, нахуй, нахуй, нахуй. Расскажи, какие у тебя дальнейшие планы на жизнь? А честно, я тебе скажу, даже не знаю, нахуй. Не думал? Не думал. А мечтаешь о чем-нибудь? Мечтаю, нахуй. О чем? Я мечтаю, чтобы был свой домик. Свой домик? Соб свой домик, маленький, мне большой не надо, маленький, чтобы свой домик был. Здесь или в Гомеле? А мне разницы нет, нахуй. Я птица, понимаешь, у меня погоняла птица, нахуй. Понятно. Свой домик. Озерцо было маленькое, свое. О, это у тебя хорошая мечта. Я, когда был в бегах, между обеих, нахуй, был в бегах, на Украине, в Чернигове. Там меня брат, редкий город такой, знаешь, городской поселок, ну, возле Чернигово, нахуй. И он, короче, меня познакомил с женщиной, нахуй. У нее домик, такой небольшой, и озеро. Я такую, типа, мини-баньки сделал, нахуй. Так в душе и осталось, да? Да. Я такую сделал мини-баньку, мы распаримся, я вырубаю в этом озере, блин, этот самый, лунку такую, два на два, и вот то распариваемся, бах-бах, вот эту лунку, нахуй, зимой, лед, холодно. И сразу на полок греться, нахуй, вот это, вот это романтика, нахуй. Ну, да. Скажи, Вася, вот у меня такой вопрос, а если завтра пойдешь вот на свалку, найдешь тысячу долларов, что ты с ней сделаешь? Вот сходу так. Пропьюну. О, это ты ответил сходу. Так сказать, вот как на уме, как на душе лежит. А что хочется самое вот найти, вот чего, может, хотелось бы? Кто-то говорит сместитель, а кто-то говорит меди-мешок. У всех по-разному. Нет, ты знаешь, а мне ничего не надо, надо. У меня, вон, жена есть, нахуй, мне с ней хорошо, нахуй, зратвы хватает, нахуй. Я вот к Виталию заходил, говорю, Виталий, вот ты грамотный человек, может, уедешь оттуда? Он говорит, нет, я тут на своем месте, людям помогаю, мне тут нравится, никуда не поеду. И ты знаешь, я вот сюда приехал, приехал, так, мне здесь натурально, во-первых, ко мне отношения хорошие. Вот со мной все здороваются, нахуй, все приветствуют, нахуй. Уважают тебя. Уважают, да. Я живу, натурально, я живу душой. Ты, наверное, всем помогаешь, потому и уважают. Я не знаю, но мне нормально, нахуй. Вот именно здесь мне нравится. Здесь, во-первых, тихо, спокойно. Но я ушел в лес подальше, сам видел. Да, да. Я ушел от всех в лес подальше, потому что тарут дебил, яйца, блядь, ночами, блядь. Я ушел, вон с Наташкой живем тихо, спокойно, блядь. Сейчас придем, покушать, приготовим, сели по чарке, оп, и отдыхать, нахуй. А скажи, если не секрет, вот, тысячу долларов быстро бы пропивал? Тысячу долларов? Да, сколько времени тебе понадобилось? Три дня. Ты столько много пьешь? Я немного пью. У меня душа широкая, нахуй. А-а-а-а. Это, помнишь, фильм «Люби, люби, но не теряй головы, нахуй?» Нет, такого не знаю. Это румынский фильм, как... Затей не берешь? Покажи. Ну, возьмем. Почему на память не взять? Не знаю, правда, что это за такие. Как мужик, мужик Доры, говорит, «Дора, у меня душа широкая, но глотка не меньше, нахуй». Я понял. Это хороший фильм, нахуй «Люби, люби, но не теряй головы». Ладно, спасибо вас за интервью. Я как-нибудь, если буду тут еще, заеду к тебе в гости. Ну. Спасибо. Интересно было пообщаться. Ты знаешь, где живу? Конечно. Может, еще что-нибудь рассказывать? Я как-нибудь на вечерок приеду, шашлыка к тебе пожарить. С пивком. Посидим, потарахцим. Хорошо, спасибо. Только так. Привозили труху и сядем за стол. Я как раз выгораживаю летнюю кухню. Накрою ее. Просто посидим, потарахцим, поговорим. Просто по душам. Хорошо, спасибо. Ну что ж, ребят, я не знаю, кем Василий был в жизни, правдивые ли его истории, кем он жил в Гомеле. То есть, какие у него были косяки и что у него в жизни вообще случилось. Но точно могу сказать, что по лесу люди о нем отзываются очень классно. Он действительно многим помогает. То есть, надо по строительству, надо что-то поднести. То есть, он такой человек, вроде бы, как мне кажется, открытый. Может быть, в жизни у человека были ошибки. Он нас приглашает в гости, собственно говоря, поэтому ищу связи с каким-нибудь видеооператором. Не знаю, может когда-нибудь эта встреча с шашлыком и состоится. Ну а вы расскажите мне о своих мыслях в комментариях. Обязательно поделитесь этим роликом хоть с кем-нибудь в любых соцсетях. Для меня это самая лучшая поддержка, друзья. Все, не забываем ставить палец вверх, подписываться и писать комментарии. До новых встреч. С вами был Висок Мусорщик. Пока.